Приветствую вас, друзья! Меня зовут Александр. Вы на канале Есть Вопрос. И сегодня мы с вами поговорим об одной интересной вещи. Я много знаю топовых учебных заведений, которые любят тем, чем они занимаются. И их объединяет одна интересная вещь. Много оборудования, направленное на изучение тех или иных аспектов. А это оборудование нужно где-то хранить. И получается, что при проектировании учебного класса мы с вами должны задумываться о двух вещах. Я сейчас отвечу на вопрос, который мне чаще всего задает, что сделать, когда мы сделали ремонт. Вот что сделать. Вы заранее планируете расположение той мебели, которая будет в этом учебном классе, того оборудования, с которым вы будете работать. С упором на то, сколько учеников у вас в этом классе помещается. Для чего это делается? Красивое, оформленное пространство мотивирует педагогов и детей заниматься, изучать педагогов. Это важно понять. Мы делаем это не для того, чтобы не запинаться, а именно для того, чтобы мотивирован был педагог. Прежде всего, потому что если ты берешь конструктор и потом понимаешь, что после 40-минутного занятия 3 часа будешь сортировать эти наборы, и, собственно, вместо того, чтобы заниматься полезной деятельностью, то вряд ли у вас педагог закончится это делать. Соответственно, мы должны подумать с вами, что наборы, которые мы приобретаем, должны иметь систему хранения и задавать этот вопрос при покупке. Либо найти эту систему хранения, ту, которая нас будет устраивать, которая будет универсальная, трансформироваться и все дела. То есть, обладать минимальными характеристиками, те, которые нам важны. В чем? Цена, соответственно, долговечность, удобность использования и универсальность, что мы эту систему хранения можем использовать в разных кабинетах. Приобретая ту или иную комплектацию. И мы поискали, что же на рынке сейчас происходит и готовы с вами поделиться этой информацией. Итак, как все делают в большинстве учебных заведений. Если мы взяли, допустим, набор, который не имеет систему хранения, а тот же самый пасик полоток, вот, например, у ленинг ресурсов, здесь у нас вот такая мышка, и какое-то время мы в этой коробке его будем хранить. То есть, такое какое-то временное решение. Но когда коробка разосматривается, что же сделать дальше? Хорошее решение, и оно самое бюджетное, взять вот такой пластиковый контейнер, да, открыть его, сложить все, и, собственно, хранить в нем. В чем проблема? Куда это девать? Я могу поставить на полочку, могу на подоконники, штабилировать их там высотой, я не знаю, выше, чем Эклева Пашина. И я не знаю, на самом деле, насколько долговечно это все простоит, потому что, как правило, у нас пасы, они межредметные, и если кто-то другой не уследит, подошел, задел этот контейнер, вся наша башенка упала. Что же вы скажете? Выход-то какой из этой ситуации? На самом деле, достаточно простой. Мы с вами можем взять систему хранения, которую придумали за нас. Есть производители, например, LEGO Education, и это им большое, большая благодарность, что они так делают. Они большинство своих конструкторов продают уже к системам хранения. Вот такие есть лоточки, у лоточков есть пушки. Соответственно, эти зайдушки можно подвешивать. И если вы имеете вот такой шкаф, который вы заранее можете, опять же, приобрести и рассчитать, какой он вам там нужен, вы можете все аккуратненько здесь вставить. Но, опять же, а если нет таких контейнеров, да, и если я не пользуюсь LEGO Education наборами, да, решил, какой он ресурс приобрести, что же они сделают. Вы можете, опять же, приобрести другие контейнеры. Давайте я вам покажу всю линейку, примерно одинаковых наборов. Вот так вот они выглядят, чтобы вы понимали. Это у нас система хранения, которая называется Grants. Это у нас LEGO Education, в которую я обращался ранее и вам показал. А это IKEA. Вы знаете, что самые бюджетные контейнеры вы можете перелетать в IKEA. Что у них в общем? У них у всех есть направляющие, я их называю ушками, не знаю, как про это. То есть контейнеры примерно одинаковой формы, вы видите, что размер у них примерно одинаковый. Не про высоту сейчас речь. И везде есть ушки. Соответственно, если у меня есть вот такой шкаф, я могу в зависимости от размера бокса засунуть их или больше, или меньше, да? Переходы друг в друг. Это классно. Про эту универсальность я с вами и разговаривал. Но многие еще хотят, чтобы система была достаточно легкой. Здесь крепости вот этой конструкции есть недостаток. Это очень тяжелый шкаф. Его очень тяжело передвигать. Чтобы его собрать, нужно вызывать специальных мастеров. Да, сами вы его не поднимете, с этажанной этаж не перенесете. Да, опять какая-то проблема нашла. И какое решение же здесь? Давайте посмотрим, что нам предлагает компания Gratnels. Gratnels – это английская фирма, утверждающая, что все системы хранения такого форм-фактора придумали они. У них главные деятельности – это как раз-таки разработка вот этих накопителей различных высот, различных цветов. Давайте посмотрим, какие плюсы и минусы у этих контейнеров, прежде чем я их уберу. А у Ikeem, что мне нравится? Мне нравится очень цена. Но мне не нравится вот этот пластик, он тонковат. Крышка вот здесь вообще бесполезна. Она номинальна, для меня она нужна лишь в том случае, если я собираюсь штабилировать, да, устанавливая контейнер один на другой. Потому что никакой роли другого она не несет. Во-первых, она тут все закрывает, я не вижу, что находится внутри. Ну, конечно, я должен сделать маркер здесь. Вот, но крышка, она вот по практике использования, она продается отдельно. Ими никто не пользуется. Они лежат всегда в стопочке отдельно, да, а контейнеры у нас живут самостоятельной жизнью. Поэтому, если кто-то предпочтение отдает таким контейнерам, имейте в виду. Далее, LEGO Education. Здесь у нас крышечка, она должна держаться. Видите, я когда поднимаю, она зацепляется. Но не так крепко, как хотелось. Опять же, крышка имеет углубление, которое выполняет две роли. Такую борть. А первая роль – это сортировка внутри вот этого, грубо говоря, внутри самой крышки. Вот так это осуществляется, чтобы детали не вылетали со стола. Я могу здесь пересортировать все вещи или осуществлять сборку здесь, если конструкция не очень большая. Таким образом, когда кто-то по парку ударил, мне ничего не упадет. Это первый вариант. И второй вариант – это штабилирование. Опять же, то самое штабилирование. По высоте не более пяти штук рекомендуется делать. И, как правило, хранится это у нас на подоконнике. Когда мы ставим друг на друга эти контейнеры, вероятность того, что у нас штабилирование соскочит, минимально. Вы видите, я лег, но ничего никуда не девается. Вот для чего нужны крышки. При этом вы можете приобрести сейчас два варианта размера. То есть узкий бокс и вот такой вот высокий бокс. Они продаются не по одной штуке, а по нескольку. Поэтому тут вынуждены уже выбирать. И система ГРАП. Пожалуй, самый плотный пластик, который я из этих контейнеров вижу. Отличительная особенность в том, что это несимметричный контейнер, в отличие от двух вариантов предыдущих. Соответственно, без крышки я их могу штабилировать. Как это делать? Давайте я вам продемонстрирую. Вот у меня есть узкий контейнер, высокий, разные цвета у той и другой линейки. То есть не только узкий, синий. Я могу выбрать красного цвета узкий контейнер, если у меня какая-то цветовая маркировка. Вот. И если я расположу вот таким образом, то у меня, видите, не проваливается контейнер. Один в другой не входит. А если мне нужно транспортировку устроить, соответственно, мне тогда место принципиально важно, но я тогда вставляю их друг к другу. Видите, они погружаются, в зависимости от высоты боксов, будучи или меньше. Вот так. Соответственно, у этого контейнера вы видите, есть ручка, значит, вперед, и задняя часть, которая плоская. И если я помещаю эти контейнеры всем ухранением, мне удобно его достать. Вот так. Сейчас я его установлю. Давайте подумаем, а куда же Граднов предлагает нам устанавливать эти контейнеры? И здесь на столе, на самом деле, уже есть ответ на этот вопрос. Составную систему хранения. У Граднов есть дорогие решения, я вам сейчас их продемонстрирую. Они выглядят вот таким вот образом. А это бюджетный вариант. И я отдаю предпочтение именно ему. Потому что вы без труда сами скомплектуете то количество контейнеров, которое вам необходимо, те цвета, которые вам необходимы, высоту между полками, именно то, которое вам необходимо. При этом вам не надо обладать инженерным образованием. и, собственно, вы сами с этим справитесь и решите для текущего кабинета ту задачу, которая есть. И тем самым сэкономите деньги. Потому что не надо переплачивать за лишний материал. Если вам не надо там постоянно большие контейнеры восстанавливать, мы тогда берем маленькие направляющие и все. Давайте попробуем собрать. Покажу, как это делается, и вы увидите, насколько это просто. Погнали! Итак, друзья, для того, чтобы начать собирать систему хранения, на этом столе все есть. Вы видите, у меня ящики специальные. Мы их подобрали для вас, чтобы вы видели разного цвета, разного размера. Вся типология этих ящиков. Еще есть крышки. Но на момент заказа крышек не было. Сейчас они в России есть. Если нужно, то заказывайте. Далее. Полки сами. Что примечательно, на что обращаем внимание. Смотрите. У нас есть вот такие отрывные элементы. Я про них расскажу чуть позже. А вот здесь у полки начало гладкое и нарисован такой кружок. А здесь, где кружок нарисован, есть такой стопор. Вот он стопор, соответственно, это задняя часть. Когда строите вашу систему хранения, располагайте ее с одной стороны. То есть, если задняя часть находится сзади, значит, сзади. Или вот с себя. Главное, чтобы они друг на другом были одинаковы. Итак, начинаем строить. Берем полку и вот такие элементы. Что же это за элементы? Давайте посмотрим на них внимательно. Будем прикладывать. На самом деле, это опоры составные. Вы видите, они состоят из нескольких частей и крепятся вот так. Друг к другу я просто их вставляю. Все. Разорвать невозможно. Почему? Потому что тут защелкнут. Вот так я ее оп и расцепил. То есть, легко. Любая девушка с этим справится. Я к тому, что не надо вызывать каких-то мастеров. Нужно сделать уже расстояние, разобрать и сделать. Не нужно повыше, разобрать и сделать. Начинаем строить. Итак, берем самые высокие опоры и вставляем. С какой легкостью это происходит? Вы видите. Они ничего не весят, при этом они достаточно крепкие. Сидеть на них не нужно. Лапочки выворачивать среди системы хранения не нужно. возможно, она это выдержит. Можете попробовать, потом напишите в комментариях нам, удовольствуем или нет. Но для цели образования самое удачное решение. Далее, у нас будет пониже ящик, соответственно, тут уже 3 элемента. Берем, вставляем. Посмотрите, просто, очень просто все это делается. Поэтому мне и нравится такая, какой стеллаж, обращаю внимание еще раз на то, что, вот смотрите, я друг на друга поставил, у меня уже зацепилось, чтобы расцепить, я должен нажать на защелок. Обращаем внимание, что у нас стопоры должны быть с одной стороны. Иначе я и ящик просто не в состоянии буду с одной стороны засунуть. Мне придется все вертеть. вот сделали и собственно мы находимся почти на финишный ремонт. Защелкнули, встанем. Вы сейчас посмотрите, насколько она легкая. Если вам нужно для презентации принести материал с кабинетом, кабинетом, а еще и по этажам, как мы это любим делать, вы с этим справитесь. Не просто справитесь, вы довезете это все в целости и сохранности. Все, что вверху? Вверху у меня будет плохо, поскольку я не собираюсь продолжать, это уже такая крышка точнее, не полка, а крышечка. Вот я располагаю. И точно так же она защелкается. Раз, 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 все здорово. Смотрите, легко, классно, крепко, могу трясти, ничего не сломается. Пальчиком одним просто взял и поднял. Специально показываю вам. Но все было бы классно, а я вам только что говорил, что вы можете катать. Для того, чтобы катать, нам нужны колеса, соответственно, переворачиваем и опоры, колеса, как хотите, так и называйте, просто защелкиваем. На самом деле вот это самая жесткая часть. Тут нужно поесть каши, вставить, колеса в свои отверстия. Все, получилась вот такая штука. Смотрите, как она легко крутится, чуть не убежала. Опять же, очень крепкая система. Давайте начнем вставлять контейнер. Я сказал, что есть на задней части. Вот они у нас штырьки. Есть дверей. Беру контейнер и вставляю один другой. Вставляю его на место. Раз. Так, контейнер другого размера. Я могу ставить ниже, но опять же, я говорил, что мы с вами экономим ресурсы, делаем красивую систему хранения, чтобы дети не путались в какое место вставлять контейнер. Вот, соответственно, мы по размерам с вами и определились. И последний контейнер занимает свое место. Давайте попробуем достать контейнер и с обратной стороны его вставить. Но опять же, большой плюс того, что если ребенок закидывает его, ничего не происходит, потому что он вставливается на стол. Все классно, все прекрасно. Давайте попробуем, поскольку я говорил, что система же универсальная, вставить в эту систему хранения контейнеры других производителей. Итак, где-то у нас сбыл контейнер от левя, вот он, вставляем, заходит в среднюю, давайте в тонкую, в узкую, самую, попробуем. А вот здесь не вставляется, ну, типа, размер не подходит. Соответственно, только вот вниз. Надо, чтобы над контейнером было место, но, тем не менее, хранить эти контейнеры здесь можно. Если у вас они есть, то можно приорисовать только систему хранения и с расчетом, что вам надо всегда запас, то есть, если у вас самый узкий блок, то вы берете два элемента. Если чуть побольше, то с запасом на один элемент. хранить, и давай попробуем кухеев. Хотя я уже тут все закрыл. Видите, как я тороплюсь. Больше вам информации хочется полезного для меня. Все, точно так же вставляем, но опять же, самый узкий он не вставил, поэтому здесь нужно понимать, что разница в высоте контейнеров по направлению как легко по направляющим контейнерам стоезжает. Все. Далее. Производитель не рекомендует делать высоту вот этих систем хранения выше полутора метров. Для чего это делается? Я думаю, вы сами догадываетесь, что велика вероятность того, что у вас все это завалится. Какие бы крышки не были на контейнерах, если это произойдет, когда вы увезли впереди пола-лестница, у нас все это просто улетит, рассыпется, и мы никогда уже не соберем то количество элементов, которое было изначально. Соответственно, крепить друг к другу вот эти столбики, можно их так набрать, вы будете с помощью тех элементов, которые приклеены полком. Вот так они выглядят. Помните, я вам показал полочку. И, собственно, если я рядом сейчас подтащу вот такую же систему хранения, я просто беру вот так и защелкиваю. И у меня одна система хранения, за счет того, что я прицепил ее ко второй, дает крепость консервисов. Вот таким вот током. То есть даже здесь они продуманы. Ничего докупать не надо, никакие штуки хранить не надо. И все понимают, что такая вероятность, что вы рядом посадите что-то, она есть, но не обязательно. Но эти элементы вам уже дали. они просто прикреплены снизу к полкам. Нужно время вы их откручивать. Вот так. Сегодня наша задача была как раз показать вам, как красиво можно сделать хранение в вашем кабинете. Потому что все кроется в мелочах. если у вас классный ремонт, но все вот так вот стоит накидано, то извините меня, ребенок, который зайдет в класс или педагог, который зайдет в класс скажет, да что это такое, я не буду брать, не дай бог там что-то пропадет, потеряется, никакого тут стандарта нет. А когда у вас система хранения, когда у вас подписана, это превращается в просто любая работа в одном удовольствии. Легко достал, посмотрел, убрал. лишний раз крючку протянул, вытащил, показал детям примеры из другого урока, потому что знаешь, что тебе легко достать, легко убрать, и у каждой вещи есть свое место. Такие дела. С вами был Александр, канал «Есть вопрос». Нам очень важно услышать ваше мнение, поэтому пишите свои комментарии, задавайте вопросы, и может быть в следующий раз мы отойдем на ваши вопросы. Те, кто ставит пальцы вверх, молодцы, мы вас очень уважаем, понимаем, что вы цените то, чем мы занимаемся. Тратим свое время для того, чтобы вы постоянно росли. Нажимайте колокольчик и оставайтесь в курсе последних событий. Пока!